Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу наши корреспонденты расскажут о событиях и мероприятиях, которые стали наиболее актуальными для берестейцев. Несомненно, вы узнаете весьма много нового и интересного. Итак, сегодня в выпуске. Быть счастливым счастьем других. Вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке. В Бресте чествуют медицинских работников. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Жизненная кредо педагога с большой буквы, учителя белорусского языка и литературы средней школы номер 20 города Бреста Людмилы Лычук. Битва на секунды против времени, расстояния местности и стихи. Спасательная операция Брестских спасателей-пожарных в Столинском районе. Об этих событиях и мероприятиях прямо сейчас. В 3 воскресенье июня в нашей стране традиционно отмечают профессиональный праздник те, от кого напрямую зависит здоровье, а зачастую и жизнь человека. Врачи, медсестры и санитары. Все медицинские работники в преддверии и непосредственно в этот день становятся главными виновниками и участниками многочисленных торжеств, приемов и встреч. Желающих сказать им простое человеческое спасибо так много, что вряд ли все мероприятия в их честь удалось бы провести одномоментно. На Брещене чествовать докторов начали еще в начале текущей недели. В областном центре состоялась церемония награждения лучших в профессии и праздничный концерт. Анастасия Остробко расскажет подробнее. Практически о каждой из существующих в мире профессий можно сказать много хороших и добрых слов. Однако вряд ли количество и качество сказанного о медицинских работниках можно сравнивать с остальными, тем более в преддверии профессионального праздника. Яркий пример тому слова благодарности и признательности, которые звучали со сцены на торжестве, состоявшемся в областном центре. Представители областной и городской вертикали власти, депутаты различных уровней в этот день поздравляли и награждали тех, кто ежедневно сражается на медицинской передовой. Перед именем врача-работника здравоохранения любой человек, который испытал сочувствие, сострадание и получил от вас помощь и надежду, просто должен преклонить колени. Огромное вам спасибо за ваш труд. Для меня это прежде всего большая ответственность и благодарность моим коллегам, с кем я работаю, с кем внедряем идеи. Наша основная идея, за что, собственно, получены это награды, это отмечено не только на областном, но и на республиканском уровне, за внедрение специализированной помощи кардиологической в первичное звено. Ну и еще раз повторюсь, это очень ответственно, безусловно, и волнительно, и приятно. Как бы странно, на первый взгляд это не звучало, но медицинские работники уверены, что третье воскресенье июня могут и должны праздновать не только они, но и каждый из их пациентов. Ведь только общими усилиями все они могут создать и создают настоящее чудо, спасая и продлевая человеческие жизни. День медицинских работников – это не праздник медицинских работников, это вообще общенародный праздник, потому что одни лечат, другие являются пациентами нашими. Поэтому это наши общие праздники, вообще, когда мы побеждаем болезнь, это и есть, в общем-то, торжество, скажем, жизни над смертью. То есть мы побеждаем болезнь, в чем, в принципе, к чему мы и призваны, и для чего мы и существуем. Врачи, как правило, не очень охотно говорят о своей деятельности. В этой профессии, как ни в одной другой, уважают тишину. Справедливо полагая, что тайна жизни, пусть и поддерживаемая их усилиями, все равно должна остаться тайной. Однако день медицинского работника – это как день рождения, а в день рождения принято подводить своеобразный итог сделанного за минувший год, а также произносить пожелания, которые должны обязательно исполниться в наступившем. Пожелать мне сегодня хочется нашим медицинским работникам в первую очередь здоровья, здоровья и терпения, здоровья и удачи, здоровья и счастья, исполнения желаний. И пусть много раз употребляю слово «здоровье», но ничего более важного в жизни человека, чем в здоровье, нет. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Напряженные дневные и ночные смены, постоянные физические и эмоциональные нагрузки, ответственность за каждый сделанный шаг. Все это хорошо знакомо работникам скорой помощи, службы, которая составляет важную часть здравоохранения любой страны. Представители профессии всегда на чеку. Срочное медицинское вмешательство в критических случаях при разных состояниях и заболеваниях может играть ключевую роль. А потому грамотные и своевременные действия этих людей должны быть отработаны до автоматизма. О самоотверженных, отзывчивых и, что немаловажно, сопереживающих работниках станции неотложной помощи города Бреста пойдет речь в нашем следующем сюжете. О трудовых буднях этих отважных людей, о непростой работе и о том, какие они современные айболиты, которые по первому звонку человека, нуждающегося в помощи, выезжают на помощь, расскажет София Бережная. В детстве многие хотят стать космонавтами, милиционерами, актерами, учителями. А кто-то с малых лет мечтает о благородной профессии медработника, оказывающего скорую помощь больным. Не зная тонкостей дела, сложно даже представить, насколько серьезен и ответственен этот труд. Брестские врачи и фельдшеры станции неотложной помощи, от начала и до конца смены в полном сосредоточении. По первому звонку сирены они должны в секунду вооружиться чемоданом медикаментов и в буквальном смысле лететь на помощь к больному или пострадавшему. Что их ожидает, становится известно лишь на месте. И пациенты самые разные, молодые и в возрасте, с серьезными заболеваниями или травмами, капризные и доброжелательные. Всем им необходима помощь специалиста, его участие и сопереживание. Каждому нужен индивидуальный подход. За годы практики брестские работники скорой помощи видели многое. Сталкивались с самыми разными по сложности ситуациями, боролись с болезнями, со смертью и даже при тяжелейших обстоятельствах не опускали рук. Медицинский работник не может быть человеком, который не будет сопереживать вместе с больным его состояние. И только это поможет ему глубоко проанализировать состояние человека, выявить наличие заболевания и принять правильное решение. Ну и естественно, это культура, это этика и эстетика человека, это его внешний вид в конце концов, ну и обаяние. Высокий уровень профессионализма работники брестских станций скорой помощи лишний раз доказали на конкурсе, приуроченном ко дню медицинского работника. В традиционном состязании название лучшего специалиста в своей области в этом году приняли участие семь сотрудников неотложной службы. Каждый из них, помимо навыков и умений, а также глубокого владения медицинской теорией, должен был представить жюри свою визитку, показать творческий номер и удивить летним витаминным блюдам. Мы все лучшие, но среди этих лучших просто выявится тот человек, который сегодня не только как профессионал себя проявит, но проявит себя как и хороший чтец, и хороший художник, и хороший актер, и хороший кулинар, и может быть хороший дизайнер. Трудолюбие, выдержка и, конечно, любовь к своему делу, отличает работника брестской станции скорой помощи Татьяну Дулько. Стать обладательницей нелегкой профессии женщина мечтала с самого детства, поэтому делая выбор в пользу медицинского колледжа, сомнений не было никаких. Сегодня за плечами женщины 10 лет работы в должности фельдшера, точно так же, как и несколько лет назад Татьяна Дулько с восхищением говорит о профессии. Несмотря на непростые будни, главное, по ее словам, приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. От благородного дела она получает удовлетворение и радость. Всегда хотела помогать людям, где как не здесь можно осуществить свою мечту, поэтому все, что хотела, то и получила, помогаю людям. Очень приятно, когда наша помощь видна, и когда мы можем оценивать ее результат. Было многое, и с того света доставали людей, было, помню прямо, да, и реанимации, которые проходили успешно. Помню оторванные ноги, которые пришивались, и люди уходили на своих ногах. Ну вот это приятно, что мы можем оказать конкретную помощь и видим результат. Труд работников скорой помощи вызывает восхищение и глубокое уважение. Их дело требует высокого профессионализма, терпения, самоотверженности и умения быстро реагировать в экстремальных условиях. В эту профессию идут только те, кто осознанно решает помогать ближнему, делать все возможное, чтобы спасти человеческую жизнь, облегчить страдания, оказать экстренную помощь. В том, что эти люди делают благородное дело по зову сердца, сомневаться не приходится. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. Две записи в трудовой книжке, последней из которых уже порядка 37 лет. Возможно ли это? Спросите вы, на что Людмила Григорьевна Лычук, учитель белорусского языка и литературы, скажет уверенно да. Практически четыре десятилетия эта талантливая женщина, мудрый учитель и наставник, отдала преподаванию в таком полюбившемся ей учебном заведении, средней школе номер 20. Сначала как пионер-вожатая, а уже чуть позже как педагог. Накануне Людмила Лычук отметила юбилей. Чествование педагога-старожила прошло в стенах родной школы. На праздник заглянула и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец-мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имел любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Подметил русский классик Лев Николаевич Толстой, говоря о тех, кто свою жизнь и судьбу подарил близким людям и работе. В числе таких самоотверженных энтузиастов и Людмила Григорьевна Лычук, которая, несмотря ни на что, с особой радостью и трепетом встречает каждый рабочий день вот уже практически четыре десятка лет. За эти долгие годы она выпустила не один класс. Подготовила огромное количество учеников, которые достойно представляли и представляют школу на районных, областных и республиканских олимпиадах, за что сегодня в адрес юбиляра звучат самые теплые и искренние слова от администрации учебного заведения. Уважаемая Людмила Григорьевна, примите самые теплые и искренние поздравления с красивым юбилеем. С 1978 года вы работали в 20-й школе пионер-важатой. С 1988 года по настоящее время учитель белорусского языка и литературы. Талантливый педагог, интересный человек. Вы формируете творческие личности, потому что такими их может сделать только ваша творческая личность. В торжественный день поздравить с юбилеем такого талантливого педагога поспешила целая команда тех, кто рядом был все эти годы. Коллеги, для многих из которых Людмила Лычук стала наставником на непростом учительском пути. Ученики разных лет и выпусков, их родители. Чтобы лично поздравить уникального для Ленинского района педагога, в своем большом рабочем графике нашел время и глава администрации, Дмитрий Городецкий, который вручил Людмиле Григорьевне грамоту городского исполнительного комитета. Награду, которой в большом количестве дипломов, медалей и благодарностей до этого момента еще не было. Людмила Григорьевна – это один из тех лучших наставников, которые есть у нас в районе. И тем больше могу подтвердить эти слова тем, что, когда жили материалы, которые представили на узнагороджение гоноровой грамотой городского выполнительного комитета, то не вельми часто сустренешь тую справку-объективку, когда есть только два родки об работе наставника, любого другого человека. Поэтому с глубокой повагой. И сегодня я на самом справе подумал, что я повинен найти час, повиненшавать такого выдатного человека, профессионала. Уметь добиваться своей цели, четко идти по жизни, не сходя с намеченного пути, не бояться трудностей и верить в себя. Этому учит ребят Людмила Лычук на личном примере. Когда-то давно именно искреннее желание помогло ей добиться всего того, что она сегодня имеет. Получить любимую профессию и собрать вокруг себя инициативных людей, интересующихся историей родного края. Именно эта задумка и воплотилась порядка 10 лет назад в полноценный музей-кабинет белорусской культуры «Спадшина». Здесь собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о том, как жили белорусы много лет назад. Огромная часть этого исторического богатства в свое время принадлежала маме Людмилы Григорьевны. Поэтому где как ни здесь она вспоминает счастливые минуты детства. Мне всегда приятно, когда спрашивают, чем можно похвастаться своей работой. То я горжусь тем, что мы смогли создать в нашей школе музей-музей «Спадшина Белоруссии». И экспонаты этого музея – это работа наших учителей, наших учеников. Это экспонаты, которые дети привозили от своих бабушек. Ну и часть этих экспонатов – это экспонаты, которые я смогла забрать из своего дома. То есть то, что сохранилось от мамы. И сегодня они здесь присутствуют. Это как частица моего дома. Многое пройдено, многое осталось позади. Именно в юбилей все это вспоминается еще больше. Ведь круглая дата – это определенный жизненный этап. Время для подведения итогов того, что было сделано. Но в то же время это и точка отсчета новой волны. Время для творческих совершений и креативных идей, которых у Людмилы Лычук очень и очень много. Вот сейчас уходят мои ученики, которых я вела с пятого класса, и которые помогали мне в создании музея, в работе музея. Я их выпускаю скоро в жизнь. Ну и мне хотелось бы, чтобы эту работу продолжили. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Ее имя у многих ассоциируется с Ее Величеством Музыкой. Благодаря ей в нашем пограничном городе выступали именитые артисты и музыканты со всего земного шара. Как вы уже догадались, речь идет о Лилии Григорьевне Батыревой, заслуженном деятеле искусств Республики Беларусь, лауреате специальной премии президента за развитие международных связей, бессменном директоре и художественном руководителе фестиваля классической музыки Январские музыкальные вечера. Ее регалии можно перечислять очень долго. На днях Лилия Григорьевна отметила свое 80-летие. Поздравляли знаменитую брещанку в Брестском государственном музыкальном колледже имени Григория Ширмы, где она преподавала и преподает до сих пор. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Море цветов, горячие овации и слова поздравлений. Все как на большой сцене. Именно так встречали заслуженного деятеля искусств страны Лилию Батыреву. До этого дня было много всего. О гастроли и переезды, роковые встречи и, конечно, искусство. Именно под его знаменами Лилия Батырева идет по жизни вот уже 80 лет. И за это ей кажется благодарен не только брестский слушатель. За годы служения музыке знаменитая брещанка снискала уважение многих исполнителей с мировым именем. И вот сегодня, держа в руках шикарной розы, она признается, что счастлива. Еще и от того, что это самое счастье с ней делят родные и близкие. Меня приучила, наверное, жизнь довольствовать тем, что есть. И я благодарна судьбе, что вот я дожила до такого возраста, когда очень много моих учеников, когда выросли мои дети, сын, дочка, внуки, когда коллектив замечательно со мной по пути идет, когда оценены мои действия и дела. И все это было просто не задумываясь, что это что-то мне воздастся. Этот человек должен просто делать, для людей жить. А само потом от Бога, наверное, что-то. И то, что это в конце окрашена моя старость и жизнь, это вот, по-моему, самое лучшее. За плечами Лилии Григорьевны организация не одного культурного мероприятия. Более того, ее идеи и эксперименты до сих пор часть и традиция как нашего пограничного города, так и региона в целом. Берестейские и рождественские балы, концерты органной музыки, творческие встречи с артистами театра и кино, недели музыки для детей и юношества и, конечно, январские музыкальные вечера. Этот список можно смело дополнять победами ее учеников на различных конкурсах молодых исполнителей, как страны, так и мира. Кстати, вечер-праздник в честь дня рождения Лилии Григорьевны начался с исполнения фортепианной партии ее ученицы Татьяны Глушаниной. Учитывая такой багаж достижения и признания, вклад заслуженного в детали искусств в культурную жизнь города сложно недооценить. Это на юбилейном дне подчеркивали все присутствующие. Вы вообще замечательный, яркий человек. Вы украшение нашего города. Вы человек, который активно и глубоко интегрирован во все сферы жизни города. Она ко всему нервнодушна. У нее замечательное чувство юмора. Очень тонкий и очень глубоко проникающий такой взгляд на жизнь, на мир. Оптимистичный взгляд. Поэтому на самом деле мы вас очень любим. Лилия Григорьевна результативный человек, успешный человек. И мы рады поэтому и за нее, и за то, что результат ее деятельности прославляют. И наш родной Брест, и Брещену, и нашу страну. Ну, конечно, Кольничка. Несомненно, здесь жизнь, здесь душа, здесь сердце положено на алтарь музыки. Пожалуй, больше всего это служение выразилось в фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера», который без малого 30 лет собирает на своих подмостках именитых скрипачей, пианистов, флитистов, певцов и певиц со всего мира. Из года в год Лилия Батарева делает все мыслимое и немыслимое, чтобы Брещене и гости города смогли насладиться выступлением того или иного артиста. И каждый раз это что-то новое. Каждый январь в программе форума есть изюминка, которая выстреливает прямо в сердце даже самого искушенного зрителя. Она сделала, ну просто невообразимое, она создала замечательный конкурс, фестиваль «Январские музыкальные вечера». Благодаря тому, что она знакома с очень многими выдающимися исполнителями, музыкантами нашего времени, своей энергией, своей волей и своей целеустремленностью, она приглашает их, и они едут к нам в город Брест показать свое искусство, показать свое творчество. И, по сути дела, благодаря этим январским вечерам у нас выросла прекрасная зрительская аудитория. Сегодня Лилия Батарева преподает в Брестском музыкальном колледже курс фортепианной музыки. Поэтому именно в его сценах, ставших уже за 60 лет родными, и состоялся вечер искренних поздравлений пожеланий женщине, которая, не глядя на почетный возраст, полна сил, идей и жажды их исполнения. Все время в голове очень много идей. Я даже не знаю, как их осуществить. Много идей, много всего. Но планы такие, что мы открыли в 100-летие Рихтера первый конкурс пианистов, и я разговаривала сейчас с первым пианистом мира, Денисом Мацуевым, и, может быть, что-то, возможно, где-то что-то мы с ним продлим и сделаем Брест звучащим с его именем. Она, вы знаете, очень разносторонняя на самом деле, это правда, и очень творческая. Ее подход ко всем концертам и мероприятиям меня очень всегда вдохновляет и вдохновляет. Пускай за эти годы, которые она еще проживет, сбудется то, чего, возможно, еще не было у нее. И, конечно же, творческого вдохновения. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сотрудничество Беларуси и Китайской Народной Республики продолжается уже не один год. В последние несколько лет диалог двух государств вошел в более активную фазу. С расширением масштабов и темпов двусторонней торговли возросло и взаимовыгодное инвестиционное, технико-экономическое сотрудничество. Появилось большое количество совместных проектов в социальной сфере, в культуре, в вопросах обороноспособности стран. На этой неделе на полигоне Брестский был дан старт совместной белорусско-китайской антитеррористической тренировки «Стремительный Орел-2015». На торжественном открытии учений побывала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Совместная белорусско-китайская антитеррористическая тренировка «Стремительный Орел-2015» для армии Беларуси и Китая уже третье мероприятие. Аналогичные учения уже проходили в 2011 и 2012 годах. В них принимают участие военнослужащие мобильной роты 382-го отдельного мобильного батальона 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады, сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и специальные воздушно-десантные роты воздушно-десантных войск военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Белорусские силы специальных операций, как и китайские, это элитные войска. И у нас, и у вас есть большой опыт ведения специальных действий. Поэтому мы можем внести посильный вклад в дело поддержания стабильности и мира. Наше общение будет, безусловно, полезным. «Стремительный Орел-2015» проходит с 15 по 27 июня на полигоне Брестский. За это время совместными подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь и Народно-освободительной армии Китая будут отработаны вопросы подготовки и ведения специальных действий при выполнении антитеррористических задач. Именно это направление, по мнению руководителей десантных армий двух стран, в последние годы требует существенного и, что немаловажно, постоянного развития. База для очередной тренировки создавалась во время двух предыдущих встреч. На сегодняшний день самым главным является возможность ведения ночных действий. Поэтому у нас будет отрабатываться вопрос ночной стрельбы, совместного подразделения, совместное ночное десантирование и дальнейший переход к ведению боевых действий в ходе, перехода в рассвет, когда мы начинаем выполнять задачи по уничтожению банформирования. В лесу, в пригороде областного центра для проведения цикла мероприятий, был оборудован специальный лагерь, в котором нашлось место не только помещением для проживания и обучения, но и комнатам для отдыха и даже спортзалу. В больших палатках нового образца есть буржуйки и холодильники. Здесь уютно, тепло и в то же время свежо. Все условия созданы для того, чтобы и белорусские десантники, и китайские военнослужащие, прибывшие в город над Бугом, несмотря на расстояние в практически 10 тысяч километров, смогли сконцентрировать все силы и внимание на обучении. В рамках подготовки к проведению совместной антитеррористической тренировки «Стремительный Орел-2015» был оборудован лагерь для проживания, быта, размещение личного состава, установлены палатки нового образца. Впереди дни тренировок, в которых военнослужащие Белоруссии и Китая будут работать, что называется, в едином строю. Для выполнения задач их разобьют на смешанные группы, которым предстоит выполнить большой комплекс совместных действий. Это позволит военнослужащим двух армий повысить профессиональный уровень и обменяться опытом борьбы с терроризмом. Знойная погода в летний сезон представляет собой огромную опасность для лесных массивов. Недостаточное количество осадков, быстро сменяющиеся направления ветра могут спровоцировать стихийные бедствия. В Столинском районе некоторые территории на этой неделе пострадали от внезапно загоревшихся сухих растений. От искры возгорится пламя. Применительно к распространившемуся пожару низового леса на месте бывшего военного полигона Столинского района самое точное определение возникшего пожара. Именно эта ситуация служит отрицательным примером того, как стихия и пресловутый человеческий фактор могут спровоцировать реальную угрозу для жизни. В ситуации разбирался глава МЧС Брестской области Константин Шершунович. На месте пожара побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит София Бережная. Начало недели выдалось непростым для спасателей Столинского района и работников ближайших лесничеств. Известие о пожаре заставило предпринять скорые меры по предотвращению чрезвычайной ситуации. За трое суток было сделано немало. К работе привлечены дополнительные силы. Несвоевременное принятие должных мер работниками лесного хозяйства с момента появления угрозы повлекло за собой скорое распространение огня на соседние территории. Опасная ситуация спровоцировала взрывы на месте бывшего военного полигона, не разорвавшихся боеприпасов. К моменту приезда съемочной группы Бук-ТВ их количество составило 9. Включение в дело дополнительных средств, техники и сил оказалось большой необходимостью. За три дня работы по ликвидации очагового сгорания совместными усилиями ситуацию удалось существенно улучшить. Несмотря на сложности в виде отсутствия подъездных путей и сильного ветра, огнеборцы, приехавшие из разных регионов, смогли спасти от пожара большие территории. Все это время обстановка отслеживалась при помощи авиации. По оценке главы МЧС Брестской области Константина Шершуновича, приехавшим лично проконтролировать ситуацию и внимательно изучившим работу по всем направлениям, территория пожара уменьшилась до 40 гектаров. Мы завершили изучение ситуации на месте данного пожара, уточнили направление развития пожара. Можно сделать вывод, что необходимо усилить количество личного состава работников лесной охраны с шансовым инструментом, с ручным инструментом, поскольку здесь техника большой помощи не оказывает. Подразделение МЧС здесь в полном составе, необходимое количество из подразделений. Хорошо, что есть водоисточник, река проходит, из которого можно взять воду, и этим, по сути говоря, очень сильно способствует ликодации возникшего пожара. На помощь спасателям Столинского района прибыли МЧСовцы со всей области, в том числе и Брестские. В работе было задействовано 12 автоцистерн. Раскинув лагерь в ближайшем к доступу воды месте, установив ситуационный штаб ликвидации и чрезвычайной ситуации, они внимательно изучали особо опасные участки, выполняли необходимые действия по тушению возгораний. Вместе с ними в работе участвовали лесники. У меня лесная охрана, лесников 76 человек, всех лесных. Здесь позавчера находилось 70 человек, в данное время 35. Едут, если дополнительно, наши едут. Я имею в виду только работники лесхоза, 70. Была сухая осень, бесснежная зима. Если заранее начались, как в этом году, в марте уже начали вспышки происходить. То есть, сама природа. Одно дело стихии, и совсем другое безответственность и невнимательность в работе. Контроль над пожароопасным объектом в жаркий период должен осуществляться на самом серьезном уровне. Тем более, что место бывшего военного полигона сегодня активно эксплуатируется рыбаками. Низовой лес является еще и источником заготовки лесоматериалов. Подробно ознакомившись с ситуацией на других участках области, глава МЧС Брещины принял решение побывать на месте пожаров, развернувшихся рядом с белорусско-украинской границей. Ситуация на территории Полесского лесхоза, рядом с белорусско-украинской границей, активно разрешается. Здесь со стихией борются сотрудники МЧС Брестской области и работники лесного хозяйства. Такая консолидация сил обоснована. Площадь горения на отдельных очагах порядка 5 гектаров. Опасный дым распространился на территории лесхоза. На участке работает пограничный состав. Причиной длительного пожара здесь стали торфяные залежи. Чтобы остановить очаги возгораний, необходимо ни много ни мало эффективный план. На этом участке, не скажу, что сложная обстановка, она вполне контролируемая и регулируемая. Здесь работает на данный момент необходимое количество подразделений, но для ускорения процесса, конечно, есть необходимость количество сил и средств удвоить. Это будет намного эффектнее. Необходимость в этом есть, потому что, как бы там ни было, все-таки дым идет, угрожает и личному составу, угрожает и лесу, и в отдельных местах даже огонь перебрасывается на расстояние 10-15 метров от основного очага. Поэтому здесь нужно опять-таки сконцентрировать необходимое количество сил и средств и хорошенечко поработать в течение двух суток. По общей оценке Константина Шершиновича, ситуация на двух исследованных территориях вполне контролируема. Задача за малым – отрегулировать совместный план действий. Эффективная работа лесников и огнеборцев в деле ликвидации и предотвращения пожаров на данном этапе – единственный возможный способ не навредить ни природе, ни человеку. Сегодня ситуация в лесах Столенщины стабилизировалась. Очаги возгорания ликвидированы, но полный запрет на посещение лесных зон продолжает действовать. В Брестской области закрыты леса 14 районов. Министерство лесного хозяйства напоминает, что мера является вынужденной. Поэтому специалисты призывают граждан проявить сознательность и со всей ответственностью отнестись к исполнению запретов. Это поможет сохранить не только леса, но жизнь и здоровье людей. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы – просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Предстоящее воскресенье на Брещене будет отмечено переменной облачностью, дождями и грозами. Это обусловлено влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Температура воздуха в ночные часы составит 11-13 градусов. До плюс 17 прогреется воздух днем. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит. Продолжат свое влияние атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, и в первый рабочий день следующей недели. В Брестской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-западного направления умеренный. Станет немного теплее до 12 градусов ночью, днем по области воздух прогреется от 19 до 21 градуса.